Вы знаете, вот эта оголтелая западная, вернее, проамериканская оппозиция, которая есть не только у Саакашвили, но и у сегодняшней украинской власти, уже обернулась для Украины, с моей точки зрения большой трагедии. Уже обернулась тем, что Украина потеряла навсегда, при том, Крым. Обернулась тем, что практически на востоке Украины идет война. Обернулась тем, что Украина оказалась в тяжелейшем экономическом и политическом кризисе. Я очень люблю и уважаю украинский народ, и я знаю, что народ действительно оказался в тяжелейшей ситуации. И обернулась еще тем, что, ну, к сожалению, могу сказать, это мой прогноз, дай Бог, чтобы это было не так, но, к сожалению, я думаю, что в ближайшие десятилетия, как минимум, Украина не сможет встать на ноги и не сможет, как бы, развиваться нормально. То есть это уже факт. Что касается будущего, дополнительно, я думаю, что Саакашвили может еще наломать дров на Украине. К сожалению, совершенно неправильные и политически некорректные шаги, которые сделал Порошенко, еще дополняют эту возможность Саакашвили наломать дров. Но, так что я думаю, что спокойствия и мира в Украине не будет. Скорее всего, будет очень серьезный политический кризис, и очень может быть, что Порошенко будет вынужден уйти в отставку. Но это, опять же, не принесет политического мира Украине. Но у меня, к сожалению, такие очень печальные прогнозы. То, что Саакашвили действует как часть большого проекта, для меня тут нет абсолютно сомнений. Это проект, который нацелен на две вещи. Чемпионат мира по футболу 2018 года и президентские выборы в России 2018 года. Вот нужно создавать максимальную головную боль вокруг России именно к 2018 году. Часть этого проекта Украина, дай бог, чтобы часть этого проекта не стала еще и дополнительной грузией. И чей это проект? Конечно, американских спецслужб. А вы что, не видели? Прямо, может, за спиной Саакашвили можно было видеть буквально здание ЦРУ, когда он переходил границу. Я там уж очень хорошо его знаю. Я уверена, что без серьезной поддержки, без серьезного тыла он бы никогда на это не пошел. И то, что Саакашвили защищают зубами буквально его американские патроны, Несмотря на все преступления, которые он совершил в Грузии, это говорит о том, что он действительно есть часть большого проекта. Американцы прекрасно знают, какова была цена реальной демократии, которая была в Грузии. Но им это не интересно, поскольку Саакашвили делала намного важнее дела для них, чем построение демократии в Грузии.